И опять же найти то, чем заняться и на фестивале, и то, чем заняться после фестиваля. Можете также словить понравившегося тренера и попросить у него либо совет, либо личную консультацию, либо научиться делать что-нибудь новое и интересное. И можете уехать даже не с пустыми руками, и не только что-то с какими-то приятными знаниями и впечатлениями, а также что-то увести интересненькое, то, что вы можете подарить потом своим близким, либо оставить себе на память о Табале-фестивале. А также хочу напомнить, что в этом году у нас планируется три летних фестиваля. В июне, в июле и в августе. Могут об этом более подробно рассказать девочки на регистрации. В принципе, можно оплачивать и регистрироваться сейчас. Сейчас нужно оплачивать Тамаре Борисовне. Цена у нас чем достаточно лояльная, чем ранее вы начинаете регистрироваться, тем дешевле, чем ближе к фестивалю, тем дороже. То есть, в принципе, выборы есть различные. Мы еще набираем программу, то есть заявляйтесь и как тренера. Если будут вопросы, в принципе, подходите, спрашивайте. Вот, мы с удовольствием на них ответим. В фестивальное время, сейчас мы больше заняты весенним фестивалем, поэтому вопросы лучше на регистрацию задавать. А так звоните на номера телефона, вы можете найти на сайте, или в группе Тавалин и Стиваль. Да, информация позвучала на правах рекламы. А сейчас я переблю, кого же все-таки мы ждем на данной линейке. Итак, на сцену приглашаются Гехтер Марина, Петрина Наталья, Анна Тея, Павлюк Наталья, Репчук Роман, Андрюшенко Тарас, Бондаренко Виктор, Луговая Мария, Мецел Юрий и внеплановый тренер Хавренко Татьяна. Но она не совсем внеплановый тренер. Плановый внеплановый. Она просто перенеслась. Более позднего времени, но более ранее. По хорошей погоде. Наверное, с нее и начнем. Прекрасная девушка. Расскажу по секрету, отличный фотограф. И много-много лет. Честно говоря, я у нее тоже многого научилась. Предыдущий начальник охраны Татьяна Хавренко. Доброе утро, Тавали. Мышцы, ног, рук, еще что-то особенное. Приходите. У нас есть набор асм для вас. Спасибо, ждем. Татьяна Хавренко. Вы ее можете найти здесь, возле Камачкова. Ну что ж, а далее приглашается Кектор и Марина. Добрый день. Сегодня наша тема ПТСР. Работа с бойцами, кого это интересует. И вообще, в принципе, визитная психология. Ее отличия в действиях психолога. Чем они отличаются от обычной терапии. Я психолог-валантер. С начала войны работаю в госпитале. Также работаю с пленными бывшими. Ну и так далее. Кому интересна эта тема про наших бойцов, я приглашаю на мой мастер-класс. Спасибо. Марина Кепко. Мастер-класс придет в единственной аудитории. А далее мы мечтаем увидеть Петрену Наталью с мастер-классом «Кто мечтает мечтам сбываться». Доброе утро, Марина. Рад вас все приветствовать. Сегодня мастер-класс называется «Кто мешает мечтам сбываться». Наверняка у каждого есть мечта и наверняка у каждого есть цель, которая идет к этой мечте. Если вы встречались, наверняка встречались с преградами, с какими-то помехами на своем пути, будь это внешние или будь это внутренние помехи, и вам надоело, вы хотите либо избавиться, либо преобразовать, ну что-то сделать с этим, потому что уже очень хочется к мечте, уже очень хочется к цели. Я приглашаю на свой мастер-класс, чтобы вы нашли одного, сначала определили свою главную цель, потом нашли самого главного врага, в кавычках, и ушли с мастер-класса с самым преданным, с самым настоящим, с самым верным другом в лице бывшего врага, в лице бывшего поверья, бывшего препятствия. Всем, кому интересно, пожалуйста, ко мне, буду рад вас видеть. Спасибо. Энди и Наталья будут у нас в аудитории номер 12. Далее приглашается Анна Те. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня мастер-класс будет об исцеляющем звучании. Для каждого это звучание будет своим, конечно же, потому что все очень индивидуально, все очень тонко и хрупко. Каждый найдет что-то свое, что-то, с чем ему действительно по-настоящему хочется сонастроиться, с чем-то очень ценным, важным для себя. И будет возможность прозвучать это, почувствовать, как это развивается по телу, как это заполняет пространство вокруг, как это жить из вот этого ценного, настоящего, живого. Для меня, вот я сегодня проснулась утром, и вот я ехала сюда, у меня вот это вот ощущение «душа поет». Знаете, когда вот «душа поет», когда ты счастлив, когда гармоничен, когда есть ощущение целостности, полноты жизни, когда души хочется петь. И вот сегодня, может быть, кто-то из вас захочет вот исполнить вот такую песню, песню души. Сейчас я продемонстрирую вам, вот как это возможно для меня. Каждый будет это по-своему, как сейчас, в данный момент, с помощью свободного звучания, спонтанного пения, звучит моя душа. Если вы не против, со счет это возможно, я предлагаю вам закрыть глаза и слушать не голос, а состояние, энергетику. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аминь. 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 Далее приглашаю Наталью Павлю. Всем доброе утро. Мой мастер-класс называется «Второе рождение. Искусство быть». Искусство быть счастливым всегда, здесь и сейчас, в независимости от обстоятельств, в независимости от мнения окружающих по вашему Это позитивная дыхательная психотехника, это проживание рождения, это очень мягкая дыхательная психотехника, как оказалось, я на этом давали, посравнивала, и посетители говорят, что очень-очень мягкая техника. И вот сегодня, спасибо мне, вопрос задал Виталик, тоже сезонненько, по поводу, ну вот прошли, протышали, а если еще, да, можно ли задавать какие-то вопросы, можно, можно использовать эту технику, протышали, выделилась энергия, на этой энергии можно получать вопросы, ответы на вопросы, то есть записываем вопрос, если кому-то неинтересно просто проходить рождение, можно и так, записываем вопрос, в конце вот эта энергия, откуда надо, достанет. Вам этот ответ, главный ответ запишите, а то в эйфории хорошо войдет и ощущение, что все знаешь, потом ничего не помнишь. Жду вас всех, приходите, буду рада видеть. Спасибо. Наталья Павловна, дыхательная техника. Будет ждать вас всех в экротеке. Далее приглашается Ревчук Роман. А если он не значит, что он пропал, первое всего, он уже ждет вас в беседке Виталайфа. Ну да, так как он опять не поднялся на сцену, соответственно, получается, Роман опять будет нам выносить фрукты, это уже 4 килограмма, 2 килограмма было. 4 килограмма фруктов. Нам носить завтрак. А далее приглашается Андрюченко Тарас. Добрый день, товарищи, всем нам процветания, благодарю организаторов за то, что я здесь и имею возможность представлять метод Наталья Ладине диагностика предназначения. И сегодня мы будем сотрудничать с нашей матрицей, заполнять по числу, месяцу рождения и году рождения и учитывать свои предназначения. К каждому из нас в свое время приходят мысли о том, зачем мы здесь. Зачем мы пришли, что должны выполнить для себя, что должны выполнить для людей, зачем мы пришли в эти роды. Поэтому будем работать с матрицей, будем делиться своим опытом и с мастер-класса вы научитесь. Вам матрица станет путеводителем вашей жизни. Приходите. Я вас люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю. Андрюченко Тарас будет ждать всех по аудитории номер 3. Далее приглашаю на сцену Логового Мари. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это презентация книги, которая сейчас находится у меня в руках. Книга была написана школой странствующих, школой которой я принадлежу. Алхимия, таро и психология. О чем книга, спросите вы? Если не вдаваться в подробности, то книга откроет вам основные тайны работы тарологов. Для новичков или тех, кому это может быть интересно, жду на мастер-классе. Также хотелось бы сказать о том, что руководителем данного проекта был дорогой Сергей Анатольевич, который, к сожалению, сейчас не может быть с нами, но я хотела бы пригласить на сцену одного из учеников нашей школы, Милник Юрий Михайлович. К вашим услугам мы проводим консультации каждый день на аллее мастеров. Спасибо. А также Машенька является членом оргкомитета, и вы ее очень часто можете с шикарной улыбкой видеть здесь, в конкретном зале. Слово передается благодарю Викторовне за твоему травнику фестиваля «Таролога». Доброе утро, траволевцы. Я травник, 30 лет занимаюсь травами, 50 лет кладу печень. И хочу такую маленькую историю рассказать. Когда я закончил класть пить, хозяину властил ужином, где главным блюдом была китичка в томатном соусе. Когда я пришел домой, я почувствовал все признаки отравления. Комб Годли, тошнота, высокая температура, ну, наверное, все знают, что такое. И в больницу уже не обращаться, потому что у меня уже был опыт там быть. Рассказывать не буду, как там лечат, в другой раз. А потом я прошел по своим настоечкам. И буквально через 15 минут в эстанции я почувствовал, что Комб Годли у меня ушел. Я стал совершенно здоров. И вот с тех пор я нигде никогда не расстаюсь со своей чудо-настоечкой, которая меня всегда выручает. В любой дороге, в любом путешествии, в любом транспорте. Сегодня я введу вас, показываю травы за территорией лагеря. Как они выглядят, потому что вы можете прийти с книгой, можете прийти с ноутбуком, но вживую ее нужно, чтобы вам кто-то показал. Тогда вам легче в свой сделайте, ее пари, подпишите, спрашивайте. Кому что интересно, приходите пробовать настоечки вживую. Крышечка бесплатная, ваша страница такая над овале. Еще я по секрету скажу вам, что эту настоечку я уже не одну от овале, а не гину всем лечу. И к вечеру уже человек совершенно здоров. Прошу на мастер-класс. Я думаю, что Виктор Васильевич будет вас ждать вот здесь, вот после конференц-зала, потом его ведет кто-нибудь куда-нибудь далеко-далеко. Но только напоминаю, не забывайте о том, что будут последующие линейки, на которых будут продолжения очень хороших мастер-классов. Ну и в принципе, могу сказать рекомендацию лично себя, там есть не только настойки, там есть травки. У нас просто получилась такая история, что у меня и у моего благоверного этой зимой болели зубки. Есть такая трава, я не признаю, пуховица называется. Но благодаря ей мы себя чувствуем хорошо и на зубную боль больше не жалуемся. Виктор Бондаренко, рекомендую. Аплодисменты. Поздравляю, приплажаемый, Александр Тарасов. Доброе утро всем. Меня зовут Тарас. Я представляю Индийскую школу Рейки. Тема мастер-класса сегодняшнего заболевания и их виды. Я думаю, что это интересно всем. Иногда мы не понимаем, почему официальная медицина в некоторых случаях бессильна. Для этого я расскажу вам по этой теме и теорию, и практику. Это глубокие знания, которые объединяют медицинские знания, древние индийские знания, энергетические, исторические знания. Дело будет проходить. Десятое где-то вряд ли у вас. И неправильно, но неизмедленно, что тренер Ильи Кахулин. Еще один взгляд уроковедия. Ну, в какой-то степени соучастник, скажем так. Семья. Да. Добрый день, товарищи. Очень рад вас всех снова видеть. Вижу много новых лиц. Для тех, кто еще здесь только появился, еще не знаем, чем тут дело. Я объясняю. Я веду на товаре с 2005 года вот такой вот уже ритуально-религиозный мастер-класс вот этих вот замечательных инструментов. Это поле, как инструмент динамической медитации, проводимый для балансировки правого и левого полушария головного мозга, с целью повышения креативности сознания. Техника основана на том, что у нас правое и левое полушария по жизни вообще-то занимаются разными задачами. Кроме всего прочего, в теле каждый человек по жизни нарабатывает некоторые асимметрии. Ну, все знаете, что толчковая нога у каждого какая-то своя, но она сильнее, чем другая. А управляется все из той же самой головы. И вот разница вот этих двух асимметрий, функциональной и наработанной, позволяет построить систему не только для красивых выступлений, но это система, телесно-ориентированная практика, направленная на развитие сознания. И если вы ей будете заниматься, вот я приду и поставлю, приходите ко мне, я поставлю вам эту систему, и вы найдете у себя в теле ресурсы для получения удовольствия, радости, для повышения своего творческого потенциала, обучаемости и потери по итогу для развития сознания. Но мастер-класс разделен на две части. Сейчас будет первая часть для совсем-совсем чайников с нуля. Постановка тела. Потом будет 12 базовых движений, да, скорее всего, будет где-то после обеда приблизительно. Сейчас у меня такой плавающий немножко график, поэтому я иногда оказываюсь не плавным, хотя в принципе можно рассчитывать, что каждый день, первую половину дня у нас постановка тела, когда получится, трудно угадать, и вторую половину, где-то будет 12 базовых движений. На вторую можно прийти после первой в любой день, даже в любой год. Вот. Сначала, пожалуйста, на первую. Очень вас я жду. Вот там на площади. Здесь на площади. И учтите, скоро предполагаются дождливые дни. Давайте заходите скорее. Спасибо. Мы будем надеяться, если вы хотите на хорошую погоду, а сегодня вы, Игорь, действительно можете найти здесь на площади. Еще внеплановые тренера, желающие певица. Есть? Глебик. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Сегодня кафе Мэр Марифуд в рамках завалива фестиваля будет готовить лепешки пресные на вызывание чапати. Всем, кому интересно, милости просим. Послушаем про специи, про вегетрианскую кухню и молитвим с вами. Пожалуйста, милости просим. Спасибо. Максим Мельников. Объявления еще будут? Одно. В течение дня для вас прекрасные хэндмейк-мастера готовы поделиться секретами, и вы вывести у них, может быть, что-то с собой. Также у нас есть кофейня «Вальдемар» возле первого корпуса. И три прекрасные кухни. Раз уже так повелось, Максим Мельников. Раньше называлось кафе «Куларом», а теперь по-другому. Извините, забыла. Потом мясная кухня, сутки мяса есть, там, где вы можете съесть мясную кухню, достаточно вкусную. И, конечно же, есть еще одно вегетарианское кафе. Юля Ткачева и прекрасная Наташенька. Они все разные, все очень безумно вкусные. Приходите, все будут вам рады. Ну а теперь еще раз повтори, пожалуйста, дорогая, где будет мастер. Еще одно объявление. Здравствуйте, это Валя. У меня еще одно объявление, коротенькое. Сканирование по капли крови и состояния организма. Восьмую комнату. Назначение диеты, очистительные процедуры. Спасибо. 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 Продолжение следует...